Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Тару Альвиен. Я Карина, Тару Акипрактик. И сегодня у нас гадание для второй группы людей, которые родились. Перечисляю. 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28 или 29 числа. Тема, замечательная тема. Чувства, мысли, действия человека по отношению к вам. Вы загадываете человека, и мы с вами гадаем на ваше отношение, на его отношение к вам. И вообще, что вы к нему тоже испытываете. И также на будущее ваших отношений. То есть вот такой интересный план. Я взяла для этого Тару Артемизия. Это такая вот очень хорошая колода 2021 года. Вы у меня её ещё не видели. Я её приобрела вот-вот. Вот поэтому давайте вот мы сейчас погадаем на этой красивой колоде. Такой чёрно-белой, да. Итак, давайте сдвинем три раза и посмотрим на путствие высших сил на расклад. А вы как раз, пока снимаю, думайте о загаданном человеке. Представляйте его образ. Итак, что там у нас на дне колоды? Ух ты, ух ты. А вот тут у нас десятка кубков. Замечательная карта, кстати, многообещающая, которая всегда говорит и о семейном единении, и о гармонии в отношениях, и о серьёзных отношениях. О том, что люди друг друга любят, ценят. О том, что это взаимная любовь. В общем, на путствие высших сил на расклад. Просто замечательная. Поэтому давайте уже смотреть ваши отношения. Сначала такой обзорчик ваших отношений сделаем. Потом ещё там раскладочку, да, небольшую. Давайте смотреть. Итак, что этот человек чувствует к вам сегодня? Фалет Жезлов. Что он думает? Жреца. Что он собирается предпринять? Сила, да, сила у нас выпала. Смотрите-ка, сила. Так, что вы чувствуете к нему? Девятка Жезлов. Что вы думаете о нём? Шут. Что вы собираетесь предпринять? Намерения ваши, да? Шестёрка Жезлов. Интересно. Что вас связывает сейчас? Ага, двойка Жезлов. И чем дело-то кончится? Давайте смотреть. Суд. Интересно. Тут такой вот раскладик, да, прям немножечко, я бы сказала, удивил меня этот расклад. Я начну с нашего загаданного человека, его чувства к вам, этого лет Жезлов. И это говорит о том, что человек готов строить с вами отношения. У него есть чувства, у него есть влюблённость к вам, такая пылкость, страстность. А вот он так с энтузиазмом смотрит в будущее. Конечно, строит грандиозные, может быть, планы на ваше будущее. И готов с вами даже вести либо любовную переписку, либо предлагать вам что-то там свидание, предлагать сами по себе отношения. Понимаете, о чём я? То есть этот человек сейчас полностью вами заинтересован, так скажем, оворожён. Он, возможно, следит за вами в социальных сетях, где-то вообще смотрит за вами, да. Может такая чуть-чуть ревность проходить по этой карте. И, конечно же, полная заинтересованность чувства, даже собственничество иногда. Но то, что этот человек вами восхищается, влюблён, это совершенно точно. Однако на мыслях у него жрится. А это значит, что с его стороны кто-то может вмешиваться в ваши отношения. Но от вас он это старается скрывать. Может быть, есть кто-то, кто тоже в нём заинтересован, кто тоже за ним смотрит, испытывает к нему чувства, проявляет инициативу. И этот человек не хотел бы, чтобы вы об этом узнали ни в коем случае. Но что есть, то есть, скорее всего. Или он даже подозревает с чьей-то стороны магию в свою сторону. Какие-нибудь привороты, любовные зелья. Понимаете? Так, ну, по сути, возможно, этот человек думает, что вы не доверяете ему. И что он хотел бы, чтобы вы ему доверяли всячески. Скрыть какие-то свои недостатки, недочёты, вот эту проявляющую к нему личность. И он понимает, что не дай бог, не дай бог вы будете не доверять ему ещё больше. Это поставит под угрозу вашу связь. И вот видите, у него сила на намерениях, да? Она говорит о том, что человек хотел бы проявлять к вам очень яркие чувства. И намеревается это сделать. Прям сильную, не знаю, там, любовь, энтузиазм, притяжение показать хочет. Может, может вас подчинить, хочет усмирить или, как сказать, укротить. Считает, если у вас такой трудноватый характер, то нужно сделать всё, чтобы вы стали более податливы. Ну и вступать с вами в близость. У этого человека в планах точно есть. А у вас на чувствах, посмотрите, девятка жезлов. Она показывает, что вы совершенно не доверяете этому партнёру. Совершенно тому, кого вы загадали, вы не доверяете. Вы считаете, что не так уж он вас любит. Ну, скорее, он от вас действительно что-то скрывает. И, может быть, даже не находится в доступе к вам, что ли, в полном доступе для вас. Что нет у него этих пылких чувств вовсе, а скорее он притворяется. Понимаете, вот вы так о нём чувствуете. И, с одной стороны, вы даже ощущаете и одиночество в этой паре, в этих отношениях. С другой стороны, у вас есть к нему какие-то надежды и чувства. Однако на мыслях у вас шут. Он показывает, что вы бы хотели оживить эти отношения. Может быть, устроить спонтанное свидание или какой-то интересный разговор. А может быть, вы, ну не знаю, там, выкинете что-то такое совершенно своеобразное. Бывает, экстравагантное что-то сделаете. Есть ещё момент. Вы бы не хотели привязываться к этому человеку, быть свободными от этих отношений, потому что вы ему не доверяете. И думаете, сейчас как впаду в зависимость, этот человек, там, не знаю, бросит меня, я буду страдать. Или поработит меня, не дай бог. То есть вот такие мысли. На намерениях у вас шестёрка жезлов. Вы буквально хотите его победить. Взять над ним верх. Причём он хочет того же самого по силе. И, ну, вы бы хотели исполнить некоторые свои желания в этих отношениях. Вы бы хотели тоже близости с ним. Ну, правда, у вас есть притяжение к нему, однако, да, где-то там внутри. И вы бы хотели с ним близости. А ещё вы бы хотели, чтобы он инициативу проявлял. И, ну, может, похвалил вас за что-то. Вот для вас важно, чтобы вас хвалили. И вот смотрите, между вами стоит двойка жезлов. Вот как выбор какой-то. Может быть, между вами даже выбор, потому что каждый должен, мол, решить идти в будущее с этими отношениями. Или остаться вот своим прошлым, там, остаться своим настоящим. Или вообще идти как-то по жизни куда-то, да, ну, пусть даже не с этими отношениями, а вот куда-то. Вот сделать нужно свой выбор, определиться. А ещё сама по себе эта карта так-то показывает и перспективу в отношениях, особенно если люди обсуждают общие планы. Ну, допустим, давай вместе там куда-то переедем, или устроим свидание, или давай сближаться. Вот. Но это, ну, как всё, как у вас проигрывается, да. То есть для одних это будет означать выбор, а для других общие планы на будущее, которые вас объединяют. По итогу стоит карта суд. По сути, она показывает перспективу для этих отношений. А ещё она показывает, что это кармические отношения, и что вместе нужно что-то отработать. Между прочим, она говорит о том, что в ваших отношениях действительно начнётся новый этап, и будет какое-то, скорее всего, важное событие, которое решает очень многое в этих отношениях. Ну, например, не знаю, представим, что со стороны одного из вас есть супруг, супруга. Тогда важным событием будет развод этого человека и переход в ваши отношения. Или, например, ваша свадьба друг с другом, да. Или рождение ребёнка. То есть какое-то важное событие. А ещё суд показывает примирение, прощение, очень такие серьёзные разговоры, принятие решений по поводу отношений. Поэтому давайте смотреть дальше. Соберём наши с вами карты и снова перетасуем, да, ещё что-то будем выкладывать. Итак, давайте посмотрим, давайте посмотрим, как этот человек будет действовать в вашу сторону в ближайшее время. И будет ли. Так, мы здесь видим, значит, семёрку жезлов. Мы здесь видим опять, значит, десятку кубков, да, десятку кубков. И влюблённых. То есть в скором времени человек вполне может действовать в вашу сторону. Как будут развиваться отношения в течение полугода, значит. Опять девятка жезлов. Она вас как-то сегодня преследует, да. Сила. Сила. Хорошая карта. И девятка пентаклей. Пентаклей. Ну, смотрите, что я тут хочу сказать, да. В ближайшее время этот человек постарается как раз-таки защитить и отбить ваши отношения от посягательств других людей. Или от того, чтобы вот, ну, как-то препятствия были для отношений. То есть постарается устранить препятствия. Постарается сделать всё, чтобы гармонизировать отношения между вами. Чтобы вы были ближе друг к другу. Чтобы вы больше ему доверяли. Постарается вашу пару сделать именно счастливой. И может дарить подарки, оказывать знаки внимания, делать комплименты, звать куда-то. Там, не знаю, вплоть до того, что если вы вместе живёте. Быть очень добрым, заботливым человеком. То есть проверять себя вот именно с самой лучшей стороны. И вот смотрите, перспектива, да, этих отношений на полгода. Сначала идёт стена недоверия всё-таки. Ну, мол, какой-то ты добрый стал. Наверное, с вашей стороны. Сначала эту стену нужно сломать на самом деле. И приручать, ну, может быть, особенно вас в этих отношениях. Ну, или как друг друга. И действительно, вы объединитесь. Вы поймёте друг друга. Вы начнёте терпеть какие-то недостатки друг друга. Перейдёте вот прямо на следующий уровень. И по девятке Пентаклей, конечно, вы будете очень гармоничной парой в итоге. И сможете построить вот даже некий такой быт совместный, скорее всего, где у каждого есть своё какое-то личное пространство. Но в итоге люди всё равно вместе. Им удобно как-то друг с другом, да. Причём для этих отношений есть и духовные разговоры. И даже потоки изобилия, вот я бы даже так сказала, по этой карте. А вообще, тут ещё такой мистический символ, да, который показывает, что, ну, не знаю, может происходить исцеление этих отношений или исцеление людей в этих отношениях. Вот так. Мне нравится этот прогноз. Я считаю, что тут очень перспективные отношения. И позвольте этому человеку сломать между вами стену недоверия какую-то. Потому что каждый заслуживает того, чтобы ему доберяли. Просто нужно время для этого, да. Если вы по природе не очень недоверчивый человек, да, вам нужно время, и предоставьте себе это время. То есть если любит, не уйдёт, а будет добиваться. Ну, вот такой интересный ответ у нас по второй группе. А мы идём дальше.